Доброе утро. Отвела Полинку в школу. Смотрю меня. Ой, я ж вчера выжилась, сидела. Я не знаю, я надеюсь, что я все сделала правильно. И, ну, вроде мне женщина в сервиске иногда рассказывала, там, показывала на сайте, там, добавить вот эту информацию, добавили там два документа. Ну, короче, я так, я-то услышала, но я, если же мне показывали, рассказывали конкретно на компьютере, поняла бы, наверное, лучше. Ну, в общем, я надеюсь, что я все сделала правильно. Там нужно было заполнить информацию по поводу себя. И так как я делала СИН для Сережи, потому что в сервиске надо мне его не дали, так как он должен был присутствовать, то, естественно, заполнила информацию только для него. Там нужно было написать фамилию, имя, дату рождения, где ты родился, там, вплоть до села, номер телефона, почту. И нужно было написать информацию про родителей. Пишешь фамилию, имя матери, нет, не так, фамилию, имя отца и фамилию, имя матери. Матери нужно было написать фамилию до замужества, то есть у родителей должна быть разная фамилия. Ну, если нужно было добавить два документа, я сначала думала добавить драйвер-лайсенс, потом посмотрела, что у меня нет его фотографии, я не могу добавить информацию. Я добавила, естественно, новый ворк-пермит и добавила паспорт. Все это я вот сканировала, прикрепила и отправила. В общем, я надеюсь, что я все сделала. Правильно. Вот. А по поводу монеты, по поводу хас-карты, я туда не ходила. Вообще соберелась, когда я пошла. Потому что мне девочки на работу сказали, что, блин, там тоже нужно ждать долго. Это не так, что ты пришел, взяла карту. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 Ты приходишь такой, даешь документы там все новые, тебе сразу дают хас-карту. Нет, девчонки мне сказали, что там нужно ждать. Они потом на почту через какое-то время пересылают. Но смысл там не туда идти есть, я уже как бы вроде же, я же надеюсь, что я заполнила правильно все данные, документы прикрепила и я выслала новую почту. Боже мой, новую почту. На электронную почту выслала информацию и тоже все равно нужно ждать. Но оно мне не горит, карта там у нас до старого ворк-пермита, как бы срок годности. Но сам факт, думаю, обновить. В общем, как бы вроде все поделала, все порешала. И я взяла с собой документы, те, которые, я не знаю, какой дурачок переводила, иду переделывать. В общем, там пара страниц, я их уже перепечатала. Дома сейчас приду в миграционном центре, попрошу нотариуса, чтобы она мне заверила, взяла с собой старые страницы, покажу, что я добавила, что там только номера дипломов. Ну, в общем, я себя в шоке, думаю, боже мой, людям каждый раз рассказываю, какие у них ошибки, и сама же эти ошибки делаю. Но, с другой стороны, мне простительно, потому что... Хотя нет, не простительно. Смотрю, что я документы начинала переводить, у меня даты стоят, ноябрь двадцать третьего года. Короче, больше полугода назад я начинала переводить все документы наши. В общем, такие вот дела. Вот такой домик красивый. Такие дела, все дела, все в заботах, в общем. Заверю документы, ну и, собственно, буду ждать. Не хочу просто время терять на собирании документов, потому что мне вчера пришло письмо, я же вот такие прочитала, там написано, что мы заявку вашу получили, ждите LA, вот это вот письмо, которое подтверждает, что вам прислали приглашение, чтобы вы заполнили анкету более развернутую и добавили документы, подтверждающие ту информацию, которую вы указали в предыдущем, в предыдущей анкете. И у вас на это дается шестьдесят дней. Так вот шестьдесят дней это два месяца, я не хочу терять эти два месяца. Хочу максимально быстро заполнить всю информацию. Поэтому начала вчера проверять документы, что у нас там есть и чего у меня нет. Просмотрела и там нашла ошибки. И вот это же исправила их и буду заверять. У нас не жарко, тринадцать градусов, мы в кофточках пошли. Ну, вроде обещают двадцать градусов, но такая переменная облачность, из-за этого не жарит, слава богу, солнце. Мне хорошо, комфортно спать дома под одеялом и утром там днем идти в кофте. В общем, пока хорошая погода для меня. Я, конечно, хочу теплого лета, но тридцать один для меня-то было как-то прям, вы знаете, жарко. Вот такие у нас дела. Собственно, все. Много мне там писали по поводу того, что... Ну, вообще, по поводу подачи. Читала я комментарии, как-то так много просмотров видео набрала. Я не знаю. Но все знаю, все выборки смотрела, читала. Знаю баллы, знаю, что у нас не так уже много баллов. Но в то же время у нас нет ни родственников в Манитобе, ни образования какого-то диплома манитобского. Поэтому, как бы, пока, естественно, мы в пролете, но хотя бы подались, дальше будет видно. В общем, едет автобусы. А, слава богу, что они не рабочие, не рабочие. Я не опаздываю на них. Ну, что такое? Чудок долго. Смотрела там вчера вечером выборки. В июне месяце было три выборки для близких родственников, профессии. Там были медсестер. Отбирали там Ноки, по-моему, на три начинаются. Честно не помню. Там три было Нока в списке. И еще одна была выборка там для тех, у кого есть образование в Манитобе. В общем, в июне было три выборки. Они, конечно, все мимо нас. Но, в принципе, хорошо, что они вообще были. И люди хоть как-то, пусть даже дело не про, вообще речь не про украинцев, но люди отбираются. В общем, я пришла на обстановку, пойду в миграционный центр. Потом вам расскажу, что тогда как увидимся. Отработала пять часов. Только вышла, разваривала. В общем, она с одним человеком. Он мне подсказал. В общем, буду сейчас переделывать резюме. Я пришла к своему куратору в миграционном центре. Попрошу переделать резюме под бухгалтера-буккипера. И, собственно, все. Остальные там документы я жду. Реферал от второго нотариуса. И, как бы, я готова. Вот так. Никаких новостей. Не очень много клиентов. Было скучновато. Но вечером у меня там была еще работа. Я работала за компьютером. Набирала там документы. Скоро еще и конец месяца. И нужно, как бы, закрывать его. Вон стоит мой автобус. Я уже не бегу на него, потому что я понимаю, что я на него не успею. Ну и все. Сейчас хочу забрать Полинку и поехать с ней во фрешках. У нас закончилась пища богов. Гречка. Хочу и купить еще чупиков тоже. Чтобы там непонятно задними чупиками ехать. И все. И пойдем уже домой. Оказывается, мы с девочкой думали, что консул приедет завтра-посезавтра. Он уже сегодня принимает и завтра. В общем, говорит, что там очень, конечно, много людей. И очень много людей уже записалось после семи вечера на встречу с ним на консультацию. Уже там больше ста человек. Вы представляете, какой просто как бы создают людям проблемы, ажиотаж. В общем, вот так вот. Я буду стоять ждать своего автобуса. Потом поснимаю Полинку, как у нее там дела. Как у нее прошел день. Она расскажет, что увидимся чуть позже. How are you? Good. Good. Хорошо. Завтра сказали, что завтра в этом, в Kids Club последний день. В пятницу они не работают. А школа в пятницу мне прислала письмо. Они работают до 11.30. То есть на 9 нам надо прийти в школу. Два с половиной часа и все. И... Значит, в пятницу меня не будет в миграционном центре. Потому что Полю никуда девать. Я буду с ней дома. Значит, мы сходим в школу. Там по окончании первого класса, да, дочь? Да. И теперь пойдем... Я не знаю, куда мы пойдем. На площадку. Да, наверное. Пойдем на площадку после этого. И теперь похудай. Это тебе. Очень красиво. Спасибо тебе большое. Что у тебя было в школе? Рассказывай. Я свою руку сниму. Она похожа на попку младенца. Угу. Давай, иди чуть-чуть вперед. И рассказывай, что там у тебя в школе. Угу. Как у тебя прошел день? Видишь, утром было прохладно? Угу. Угу. Я сейчас кидаю жарко. У меня тоже вещь, что же кофту снимала, что жарко. Что ты делала? Рассказывай в школе. Так, мы ходили. Иди, пожалуйста, вперед. Нам юзик. Нам юзик. Угу. Угу. Можно без подробностей, пожалуйста, без имен? Кто там орал? Кто там из вас орёт? Кто прекрасно поёт? Кто вообще ничего не делает? Угу. 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 Ясно. Ну, собственно, что-то... Ой, ну да. Ты у нас поёшь, а все орут. Я поняла. Что ещё было? Гуляла на улице сколько раз? Училась сегодня или у вас был такой лайтовый день? Стой. Я сейчас скажу. Давай, скажи сейчас. Окей, смотри под ногой. Проходи, пожалуйста. Мне неудобно тебя снимать. Там было пять рисос. Ого! Там вот целоденные улицы что-ли были? Не, ну это мы конволэйсинг хум, там рисос, рисос, рисос и юзик рисос. Ясно. Что-то делали? Учились в школе? или ничего не было, просто играли, общались? Ну, писали, читали, считали. Было такое? Было такое? Да. Значит, учились. Хорошо, давай, проходи, Поль. Мы так опоздаем на автобус, еще три года будем домой добираться. Давай, от забора отходи, проходи. Мы не снимаем вообще. Ну, а что, ему на нас смотреть можно, а мне его снимать нельзя? Поснимаю его чуть-чуть. Я так обычно у Слика переделала документы. Вот они, в папочке Колин рюкзачок. В общем, Полинка, идем опознан на автобус. Идем сейчас в 60-м, поедем на Бафрэшко. Я надеюсь, там есть греча, греча, греча. Кольки Чупик, может быть, что-нибудь еще возьму. Я не знаю, там я видела рыбку, ставридку. В общем, такое видела. Так вот, Бафрэшко, гречка Чупик. И хочу там посмотреть, желтый полосатик, по-моему, был такой. Ну, короче, может, бублика гляну. В общем, что-то у меня трошки ностальжи какая-то. Хочу глянуть, каких-то таких товаров наших. Так, автобуса не видно. Ну, и ладно. Иди сюда, становись в тенечек. Становись. Ага, что-то едет. Я надеюсь, что это на 60-е. В общем, на сегодня все. Какое место? Сейчас, может быть, поедем на площадку поедем. Не знаю, посмотрю. Посмотрим, что дальше. Если что, расскажу, что мы там Бафрэшко нашли. Если не расскажу, то увидимся в следующем видео. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.